Вы знаете, что я подумал? Давно у нас на канале не было такого обзора реакции на музыкальный клип. Ну, конечно же, старожилы нашего канала знают, что подобного контента у нас не было, но почему бы не попробовать? Тем более недавно, буквально недавно, день назад вышел на эту платформе, вышел клип Эльвиры Сарехалил и Эрнест Сарехалила, а также Дели Дамира. Интересная работа, еще ни разу не смотрел, видел только на других площадках какие-то скриншоты, какой-то цвет замечал, какую-то музыку, но буквально там пару кадров, то есть нет никакого общего впечатления. Поэтому я решил, а почему бы мне не посмотреть, что же за такая интересная работа получилась? Так, ну что, смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, 2 минуты 9 секунд. Довольно-таки короткий, маленький клип получился. Смотрится действительно на одном дыхании и даже, в принципе, не заметил, как он подошел к концу. Что хочу сказать, первое впечатление – это бит, музыка, очень круто, зажигательно звучит. По мне так вообще актуально, потому что в последнее время я очень как-то так западаю на такой хаос техно-музыку, такой дип-дип-хаос. Я уверен, что будет круто звучать в машине, в дороге, за работой. В общем, бит интересный. Дальше. Необычное амплуа Эльвиры. Я вообще как? Обычно привык, что это какой-то фольк, какое-то народное исполнение, какой-то вокал, какой-то акапелла, соло. А здесь интересная подача. Кстати, песня называется «Экоэт мой камарады». Ну, я не знаю. Это, по-моему, не на крымскотарском языке, возможно, даже не на русском, поэтому перевод не знаю, что это значит. Но в любом случае это эксперимент. Чувствуется, что это эксперимент. Вообще эксперимент и с одеждой, как мне кажется, с цветом. Очень интересно. И, конечно же, выход Далидамира очень круто смотрится. Вообще, мне кажется, что Далидамиру, ну, ему надо продолжать свою деятельность музыкальную. Очень классно, очень плотно звучит его рэп, его, ну, его речитатив, да, скажем так, его исполнение. Плотно, круто. Мне кажется, даже современно. Возможно, я ошибаюсь. По Эльвире, да. Ну, сейчас будем еще раз смотреть, потому что клип маленький. Возможно, что-то я не обратил внимания, что-то упустил из вида. Давайте еще раз посмотрим, чтобы впечатление было наиболее полным. Черно-белые планы очень интересные. И вообще, мне кажется, что Эрнесу можно было весь клип сделать черно-белым. Цвет немножко, как будто бы немножко мешает восприятию. Вот черно-белые планы, они очень мощно пользуются. Да, очень интересно смотрится. Локация. Локация у Дамира, она интересная. Ну, мне кажется, там два лишних плана есть, такие немножко, они как-то портят впечатление. А в целом, мне кажется, что так символично смотрится. Это высохшая трава, да, какой-то путь, какая-то дорога. Черно-белые планы смотрятся вообще круто. Вот, кстати, дальний фокус. Интересный был эксперимент, буквально один план такой был. Интересный, классный. Мне кажется, там можно было больше экспериментировать над ним. Да, я бы, честно говоря, дал бы больше. Я бы вообще Дамира полностью сделал бы черно-белым. Интересно было бы. Что показалось, да? Да, смотрите, вообще интересно, смотрится как эксперимент, смотрится интересно. Мне немножко не хватает динамики в третьей части клипа. Если бы мы их примерно разделим на три части. Это первая часть, это Эльвира, вторая часть, это Дамир, и третья часть, это Эльвира, уже получается в динамике. Что мне понравилось, да? Во-первых, одежда, тяжелое такое пальто, грузное пальто, тяжелые украшения, тяжелые серьги, как мне кажется. Да, я пытаюсь читать этот образ. Возможно, я вообще не в ту степь ухожу, но у меня вот, смотрите, как я думаю. Вот как можно было в третьей части дать, показать больше динамику, да? Потому что, как мне кажется, камера немножко недорабатывает. Мне кажется, что если бы в первой части клипа Эльвира бы просто сидела бы там за каким-то столиком или где-то, то есть, больше статики, больше вот такого неподвижного какого-то движения, какие-то детали, да, там, серьги, украшения, ну, вот это колье, ожерелье. То есть, какие-то крупные детали, перебивки, но статика. Потом вступает у нас Дамир, начинает разгонять, да, то есть, нагоняет, нагоняет, нагнетает. И потом, получается, в третьей части уже Эльвира прыгает, танцует и, получается, где-то даже с перегибами, как мне кажется, да, то есть, начинает активно двигаться. И это тяжелое грузное пальто начинает тоже двигаться и как будто бы идет такое освобождение, да, то есть, здесь же можно и разрыв шаблонов, здесь же можно и какой-то новизна, какая-то новая, какое-то новое слово, да, какое-то новое, какая-то новая эмоция, возможно, да, освобождение от чего-то старого. Поэтому вот если бы вот так сделать, да, то есть, по нарастанию и кульминации вот этой энергии, кульминации в третьей части, было бы, мне кажется, круто. Вообще, честно говоря, посмотря вот весь клип, я впервые подумал так, что интересно было бы сделать весь клип черно-белым. Я прекрасно понимаю, насколько это бывает сделать сложно, потому что хочется, некоторыми планами хочется передать цвет, хочется передать настроение какое-то, но вот именно черно-белые планы, как мне кажется, смотрелись бы круто. И раз уж весь клип является экспериментом, то и черно-белый цвет тоже был бы таким интересным экспериментом. Поэтому вот так вот, ну, клип очень маленький, хочется больше, понимаете, то есть, только начинаешь его смотреть, он заканчивается. Поэтому давайте еще раз, третий раз я его посмотрю и сделаю какой-то вывод, не знаю, какой-то уже вердикт. Очень интересная находка, ну, не находка, конечно же, это визуальный контакт со зрителем, интересный взгляд, он уже настраивает тебя на определенное повествование. Не понимая слов, да чисто вот считывая картинку, ты начинаешь уже разговаривать с исполнителем. Да, вот заявление ожерелья, пальто, тяжелое пальто, черно-белые планы. Ну, вот тут, мне кажется, немножко Эрнест недоработал в плане вот перебивки этих планов. Мне кажется, что вот черно-белый цвет, он смотрится по-другому, вот обратите внимание, он воспринимается по-другому здесь. Как будто бы здесь, как будто бы не обязательно иметь цвет, но настроение черно-белого, оно передавалось бы, ну, мне кажется, интереснее. Вот, у нас получается вступление, да? Чувствуем музыку. Да, хорошо. Хорошо, статика. Вот, тут, видите, вот лишнее движение, лишнее, лишнее. Лишнее, видите? Хочется, чтобы статика была. Вот, вступает Эльдамир. Да, хорошо. Очень плотно идет. Вообще, подача Эльдамира, вот, супер. Очень чувствуется натуральность. То есть, то, что он говорит, это ты ему веришь. Круто. Хороший. Эльдамира партия вообще суперская. Вот, чувствуете, да? Третья часть. Вот, 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 пошло движение. Если бы у нас первые планы были бы статичными, то это бы воспринималось прям, вау, ничего себе Эльвира дала, газануло, да? Чувствуете? Вот. Освобождение, пошло. Вот оно, видите, видите, как оно играет на контрасте. То есть, если бы у нас первая часть была бы спокойная, где Эльвира сидит в своем обычном образе, и, как ее знают зрители, такая, ну, спокойная, ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Мы бы этого не ожидали. И тут, получается, наступает третья часть, где идет музыкальная кульминация. Ты хочешь уже кадром, ты хочешь уже какой-то взрыв эмоциональный, и тут ты его получаешь. То есть, Эльвира начинает танцевать, хотя мне кажется, что немножко больше можно было вот это настроение поймать танцевальное, да? Немножко даже где-то побеситься, но это было, это смотрелось бы интересно. Это бы точно было бы вот вместе с этим экспериментом. Все это бы сошло бы вот прям, прям, вот прям в одну струю. Поэтому интересно, классно. И мне кажется, что вообще, если мы говорим про создание музыкальных клипов, да, чувствуется, что это не за деньги, а это интерес был, да? То есть, какая-то была эмоция, какое-то было настроение, настроение автора было, настроение исполнителей было. То есть, как будто бы все вот эти настроения совпали, и получилась интересная работа. Вот тут мы прям четко, мы наглядно видим тот случай, когда люди работают не за деньги. Как бы это, ну, грубо не звучало, да, но вот такое творчество, оно действительно порождает что-то новое. И вот такой эксперимент, он тоже, тоже такую новиночку определенную подогнал. Поэтому интересно, хочется больше клипов, хочется больше такого направления. И, кстати, вот кто занимается видеосъемкой, ну, вы же понимаете, да, что это прям не вау-вау, крутой продакшн. Это, выражаешь нашим языком, это три копейки стоит, поэтому такого рода работы, ну, я, естественно, не обнуляю работу Эрнесса, там, мастерство, все это присутствует, да, то есть взгляд, все это есть. Но технически выражаясь, это камера, это человек, это локация, да, то есть там нету там какого-то длинного каста, там, гафферов, мафферов, там, всяких вот этих вот страшных слов. Это просто работа с натурой, работа с эмоцией, настроением и какой-то задумкой, да, поэтому это интересно смотрится. Ну, вот, в принципе, все, что я хотел сказать, смотрел работу первый раз, работа понравилась, работа интересная, поэтому хочется сказать, что поддержите автора лайком, ну, не меня, конечно же, подписывайтесь на канал Эльвиры, я думаю, что у нее что-то еще интересное будет выходить. Спасибо. 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 Спасибо.